Добрый день! Сегодня мы ездили в торговый центр Леруа Мерлен. Слышала по отзывам в интернете, что во многих регионах уже давно привезли саженцы декоративных растений, роз. Кировская область нам только сегодня поступили в продажу. Значит, мы съездили, купили розы, плорибунды, чайные гибридные и пионы древовидные, золото поднебесное. Сейчас посмотрим, в каком состоянии, какие саженцы. Все розы из питомника Кутепова, это Тульская область. Вот так они выглядят, такие картонные упаковочки. Я купила розу плорибунду Сим Салабе. Она такая интересная, раскраска у нее, окраска. Вот так выглядит саженец у розы. Упакован герметично. Почки небольшие, начали прорастать. Это не страшно, поэтому посадим. Роза Сим Салабе. Плорибунда. Питомник. Дата производства 2020 год. Январь месяц. Все розы по цене 160 рублей. Есть некоторые подороже, по 170, но это 160. Следующая роза, которая мне понравилась, чайно-гибридная, сорт Паскали. Так, покажу, как выглядит. Вот такая упаковка. Почки еще не вышли, не напухли. Хорошо все упаковано, герметично. Чувствуется, что земля достаточно влажная. Значит, это роза. Так, сорт Паскали чайно-гибридная. Эта роза примерно метр в высоту. Беленькая, небольшим таким зеленым оттенком. Бутоны при раскрытии 10-11 сантиметров. Так, следующая роза, которая мне понравилась, это Черная Магия. Ну, конечно, она не черная, но что-то близко. Вот так выглядит саженец. Хорошо упакованный. Почки уже немножко начали распускаться. Так, это у нас идет чайно-гибридная роза, Черная Магия. Написано. Дата производства январь месяц 2020 года. Эта роза высотой где-то полтора метра будет. Листья ярко-зеленые, цветки насыщены ярко-красной до темного оттенка, в зависимости от освещения. Бутоны 10-12 сантиметров. Ну, вот так она выглядит. Еще раз, роза Черная Магия. Чайно-гибридная. Следующая роза, которая мне понравилась, это чайно-гибридная роза. Называется Pink Intuition. Это тоже высокая роза, где-то метр двадцать с высотой, в ширину 80 сантиметров. Бутоны у нее где-то до 12 сантиметров. Вот так выглядит саженец. Все почки вспят еще, не набухли. Значит, у нас роза. Чайно-гибридная Pink Intuition. Дата производства идет 2020 год, январь месяц. Зимостойкость минус 23, но у нас они хорошо зимуют. Я покупаю уже не первый раз. А розы прекрасно зимуют. На второй-третий год без укрытия. Первые два года приходится укрывать. Так, еще мы купили пионы. Четыре пиона сегодня. Это древовидный пион. Золото поднебесный. Вот покажу сейчас на примере одного, как выглядит корневая. Это пион древовидный, золото поднебесный. Так, коробка. Вот так выглядит сам саженец. Он без земли, в пакете, герметично упакованный. Немножечко с... С чем сложно сказать, но что-то влажное. Вот такие корни. Смотрится достаточно живенько. Вот такие есть уже почки. Выходящие. Их надо будет садить в горшке. Видно, что живой саженец. Могу показать все четыре. Тоже самое два. Этот побольше и потяжелее. Три. Тут уже сразу видно, что он покрупнее, чем все остальные. Почки побольше. Три. Четвертый. Везде. Корни видно, что живые. Мощные. С четырех пионов. Значит, и розы продаются по цене 160 рублей за коробочку. Есть немножечко подороже. Так, а пион вышел. Пион вышел. Так, 50 рублей. Ну, вот чек я могу показать. Пион. Древо, видные. Самое первое. Четыре позиции. 50 рублей на 200 рублей. Розы по 160. Вот такая достаточно выгодная покупка. Спешите купить пионы по 50 рублей. В целом, по магазинам, в таких магазинах, как Аби, такие пионы, стоят 700-800 рублей. Я смотрела в интернете. Так они едут. Корней пионов. Так. Так. Продолжение следует...